Для обывателя этот кусочек окаменевшей кости – палочка и палочка, но не для археолога с намётанным глазом и особым чутьём. Эту швейную иглу обнаружили в Денисовой пещере в Алтайском крае около месяца назад учёные из Новосибирского института археологии и этнографии РАН. Наиболее интересная, ставшая уже сенсационной находкой этого сезона – костяная игла, которая является на сегодняшний день самым древним орудием подобного рода известной мировой археологии. Ей около 50 тысяч лет. Каменные орудия, украшения – всё это дело рук так называемых «денисовцев» – особой ветви предка человека. Впрочем, учёные говорят, что внешне он больше напоминал неандертальца. Денисовцы пришли сюда около 300 тысяч лет назад. Вокруг лютовал ледниковый период, а здесь и климат довольно мягкий, и разнообразной еды было в достатке, что оставляло время для развития ремёсел. Вопреки распространённому мнению, пещерные люди в пещерах не особо-то и жили. Они чаще пережидали в них холодные зимы. И вечерами у костра ужинали, отдыхали и починяли одежду, иногда роняя на пол швейные иглы. Кто бы мог подумать, что одна такая простая игла, десятки тысяч лет, пролежавшая в мусорной куче, сегодня способна изменить самопредставление о происхождении современного человека. Учёные поясняют, то, что игле 50 тысяч лет, говорит не просто о том, что она старая. Тончайшая обработка, микроскопическое ушко, а ведь его ещё надо было как-то просверлить – всё это признак совершенной индустрии, которая и отличает современного человека от дикаря-собирателя. Если говорить строго по-научному, то сейчас мы можем утверждать, что Алтай являлся одним из центров формирования и становления культуры человека современного физического облика. Долгие годы считалось, что современная цивилизация и ремёсла зародились на территории нынешней Франции около 40 тысяч лет назад. Находка доказывает, что уже за 10 тысяч лет до этого здесь, на Алтае, существовали развитые технологии, которые позже перешли от денисовцев по наследству нашим прямым предкам – человеку разумному. Между тем, сама игла вместе с другими находками сезона скоро отправится в Новосибирск, где в лабораториях её проанализируют более тщательно. И, возможно, скоро она подарит учёным новые открытия. Илья Кочетков, Андрей Шаповалов. Наши новости. Субтитры создавал DimaTorzok